Жираф 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 Есть целых 20 часов? Как так? Нам кажется, что это слишком много. Однако в среднем они поедают примерно 6-8 килограммов еды. А для 6-метрового жирафа это вполне нормально. Кстати, их детеныши при рождении достигают двух метров. И наш жирафенок Султан, который родился совсем недавно в Алматинском зоопарке, не исключение. Уже сегодня 2 месяца ему исполнилось. И сейчас он уже начинает кушать, травку кушает. Постараемся его выпускать в большой вольер, где у нас зеленые травки. Он уже начинает вот это шипать и кушает. Маму малыша зовут Сулу, а отца Хан. Также у него есть старшая сестра Ханзада. Ну и соответствуя королевской семье, ему дали имя Султан. По конкурсу, по конкурсу объявлено месяц назад конкурс. И вот на днях выбрали вот это имя Султана. Несколько было имен по-разному. И мы выбрали вот это. Остановились на имя Султана. Характер он спокойный. Как сказать Султан, есть Султан. Как оказалось, семья Султана достаточно большая. Однако все они живут в разных странах. Это, вообще-то, приплод у нас от Сулушки. Это девятый приплод. Они у нас, южноафриканские жирафы, живут у нас 2003 года, у нас в Алматинском зоопарке. Вот с тех пор от Сулушки получено 9 приплодов. Сейчас они живут по разным зоопаркам мира. Хочу отметить, что в нашем зоопарке настоящий бэйби-бум. Родился не только маленький жираф, но и ягуары, медвежонок, разные птички и многие другие малыши. Смотрите все выпуски Танго Студио здесь.